Я думаю, что потребители никогда не выбирали Субару из-за того, что это красивый автомобиль. Нет, Субару бывает быстрая, Субару бывает надежная, Субару бывает полноприводная и в случае импреза три пятерки Колин Макрей бывает харизматичный. В салоне XV если не богато, то нарядно. У нас кожаные сиденья, у нас торпеды, эти самые сиденья прошиты синей ниткой, я бы даже сказал ниткой Ралли Блю. Что касается мультимедийной системы, то здесь Субару выглядит гораздо предпочтительнее, чем многие японские даже премиальные марки. При этом здесь вы можете найти условно три монитора. Первый большой с хорошей картинкой на центральной консоли, второй выше на торпедо на линии горизонта, третий это небольшой мониторчик бортового компьютера, который находится на щитке приборов. Щиток приборов аналоговый, но понятное дело в Субару это никого не расстраивает. Субару на сегодня имеет системы частичного автопилота, у нас активный круиз-контроль и сейчас уже можно говорить на нашем сравнительном тесте, где Субару XV сражалась с Mazda CX-30, мы проверяли эти самые системы. Так вот, забегая наперед, Субару XV останавливается перед автомобилем или внезапно возникшей преградой. Теперь переходим к техническим характеристикам. У нас и боксер хайбрид, так называемый Майл хайбрид, но не так. По одной простой причине. У нас здесь двухлитровый бензиновый оппозитный мотор, его мощность 150 лошадиных сил, крутящий момент 194 ньютона. У нас здесь коробка вариатор, при этом у нас есть подрулевые лепестки, которые имитируют переключение передач и также в этом вариаторе встроен электромотор. А вот там, вот сзади в багажнике у нас находится батарея на 13 с половиной киловатт. Таким образом, мы имеем бензиновый мотор с мощностью 150 на 194 ньютона и также электрический мотор, который добавляет вам 16 лошадиных сил, ну где-то так, и плюс 66 ньютонов. Как это все работает? На самом деле не нужно пугаться. Вам не нужно нажимать никакие дополнительные кнопки, потому что это самозарядный гибрид и потому что все работает в автоматическом режиме. Если вы будете ехать плавно, то до скорости в 40 километров в час вы можете ехать на чистой электротяге и этот праздник будет с вами где-то 2 километра. В общем, на нашем тесте Subaru XV получает 4 звезды из 5 возможных. Пятую не дадим, потому что машина стоит приличных денег, у нее не самый гениальный дизайн и не самый богатый дизайн интерьера. Но что касается техники, что касается системы полного привода, подвески и всего остального, тут XV выглядит как один из лучших автомобилей с точки зрения практичности. А теперь небольшое послесловие. Вы уже поняли, что вас ждет сравнительный тест-драйв Subaru XV против Mazda CX-30. Выйдет он в ближайшее время и вы, я уверен, даже не успеете забыть, как видели вот этот вот тестик узнать за 180 секунд. До встречи, друзья!